Спецтехника противопожарной службы без особого труда въехала на территорию рынка сама, что по обыкновению сделать нелегко. Благодаря своевременному извещению, руководство рынка сумело навести порядок среди автомашин и людей, и столпотворение на учебно-тренировочной части рынка сегодня удалось избежать. С началом года департаментам было намечено проверить 19 рынков и торговых центров Шимкента. На сегодняшний день мы проверили противопожарную охрану на 12 объектах. Были выявлены ряд нарушений, по которым выписаны административные протоколы на предпринимателей. В последние дни в областном центре возгорание произошло в нескольких торговых центрах и рынках. В ночь с 20 на 21 мая в 11 микрорайоне полностью сгорел рынок Исатай. Общая площадь пожара составила 1980 квадратных метров. На месте пожара горели торговые бутики из пластика, продуктовые ряды, мастерская по пошиву одежду, крыша кафе «Манхэттен». Во время пожара взорвался газовый баллон, находящийся в одном из лотков, где готовили гриль. Огнеборцам удалось разминировать и еще один газовый баллон объемом 50 литров и два кислородных баллона. Пожар полыхал в непосредственной близости от многоквартирных жилых домов, жителей которых пришлось эвакуировать среди ночи. Тогда и выяснилось, что эвакуация местных жителей невозможна из-за самостроя. А через неделю примерно в 8 часов вечера 20 пожарных машин выехали на тушение пожара, вспыхнувшего в районе крупного шимкенского рынка Акбар по улице Толиби. Дежурный стационарного поста заметил по системе видеонаблюдения дым в стороне рынка и сообщил на пульт 101. Из 2700 квадратных метров площади рынка выгорело 210 квадратных метров. Около 10 вечера пламя было потушено, но окончательное тушение осложнялось догоранием растительного масла в продуктовых торговых точках. В областном центре зарегистрировано 35 рынков и торговых рядов, соответствуя современным стандартам противопожарной безопасности – единицы. Если говорить честно, то днем на рынке не проехать из-за большого скопления людей и заставленных автомашинами въездов. Сегодня все прошло хорошо, так как руководство рынка было извещено. Стоит отметить, что в октябре 2013 года «Красный петух» уже нанес урон Самалбазару. Пожарные определили происшествия как относящиеся к повышенному классу опасности. Горели лакокрасочные павильоны рынка. Количество пострадавших и обанкротившихся тогда торговцев превысило 300 человек.